Вместо социальных гарантий Гальванический цех, 40 ванн, непонятно, куда они могут слить эти стоки, непонятно, есть ли деньги на это, потому что для утилизации нужны соответствующие деньги, но если они зарплату не могут выплатить, то у нас предположение, у руководства города о том, что это могут сделать вынесе и сбросить эти стоки. Гальванические ванны с химическими веществами сейчас находятся в замороженных цехах недоработавшего предприятия. Опасные отходы кристаллизировались после того, как цеха отключили от отопления и электричества. При этом новости 24 уже не раз рассказывали, что в помещение не пускают даже работников предприятия. Состояние бывших рабочих мест практически никто не контролирует. И даже краевые власти признали, что никак не могут повлиять на нового управляющего. К сожалению, реальных полномочий по улучшению там ситуации в законодательном собрании, конечно, нет. Никакого закона, касающегося ДЗНВА, мы принять не можем. Но с нашей точки зрения, там надо заставить работать уже действующие законы. Повлиять не могут, могут только наблюдать. Этим сейчас занимаются контролирующие органы, краевые власти и журналисты. Между тем, на заводе уже дважды сменился антикризисный управляющий. Люди до сих пор находятся в вынужденном отпуске и не получают зарплату. Захар Письменных, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.